Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Рамон и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 24 октября и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент по паре евро-доллар тенденция краткосрочная, нисходящая, сохраняется. Она будет актуальна до тех пор, пока пара торгуется выше максимальных значений понедельника, а именно отметки 1.1776. Напоминаю, основная тенденция на текущий момент по евро пока сохраняется восходящая для старших таймфреймов, поэтому наиболее интересно данный инструмент рассматривать для покупок, но после получения уже подтверждения завершения данного коррекционного снижения. И как раз первым из данных подтверждений, то, что может произойти уже сегодня, либо ближайшие несколько дней, это будет уход выше максимальных значений пока дня предыдущего, именно 23 октября, далее уже будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Но пока тенденция краткосрочная остается нисходящая, поэтому для тенденции, в которой мы видим удешевление евро по отношению к американскому доллару, мы можем ожидать снижение в области 1.1714 и 1.1672. До тех пор, пока мы не увидели обновление локального максимума, тенденция будет сохраняться нисходящая. Пара британский фунт и американский доллар вчера уже закрепилась выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу 20 октября. И на текущий момент тенденция, которая преобладает в рамках краткосрочного таймфрейма, а именно часового, на котором мы делаем акцент на данных обзорах, является на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. На текущий момент ближайшие цели по движению – это область 1.3231, далее 1.3315 и затем уже 1.3396. В том случае, если мы увидим уход пары ниже отметки 1.3155, это минимальное значение вчерашней торговой сессии, то мы получим возврат уже к тенденции, нисходящей в рамках краткосрочного таймфрейма. Напомню, также для более крупного таймфрейма основная тенденция остается на укреплении, поэтому на текущий момент данные направления совпадают. Поэтому британский фунт пока прежде всего интересен для покупок. Пара американский доллар и японская иена. Вчера мы видели уже к концу торговой сессии закрытие ГЭПа, который произошел на открытии рынка в понедельник. И фактически видим, что цены закрытия были ниже открытия. Также эта модель сформировалась на локальном максимуме. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Собственно, эту тенденцию мы отмечаем уже с прошлой недели. И если говорить о возобновлении продаж по данной паре, то нам нужно увидеть закрепление ниже минимальной значения, которое мы видели вчера за отметкой 113.25. Тогда уже сможем говорить о продажах. На текущий момент покупки остаются в приоритете. И ближайшая цель для восходящего движения – это область 114.13, максимум, который был зафиксирован вчера в понедельник. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают укрепляться. На текущий момент краткосрочная тенденция также сохраняется на укрепление. Ближайшие цели – это обновить максимум, который был сформирован вчера в области 1.26.60. И далее двинуться уже на 1.27.63. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, а именно 1.26.13, может нас вернуть уже непосредственно к продажам по данному активу. Тем более, пока тенденция на ослабление для старшего таймфрейма также остается на ослабление. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает снижаться. Сейчас уже мы видим от локальных максимум движения по австралийцу прошло порядка 25 пунктов. И пара стремится на обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник. Собственно, это и есть ближайшая цель. По нисходящему движению, которое преобладает на часовом таймфрейме, закрепиться ниже отметки 77.96 и далее уже двинуться на 77.34. Если говорить о возобновлении покупок, то этот вопрос будет актуален после обновления максимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно закрепления за отметкой 78.34. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает снижаться. Вчера мы видели продолжение нисходящего движения, закрылись ниже открытия. Собственно, на текущий момент тенденция сохраняется. Если говорить о возобновлении покупок, то, опять же, этот сценарий будет актуален после обновления уже максимальных значений, которые мы видели вчера, уход выше отметки 89.27. На текущий момент, так как тенденция на ослабление сохраняется, ближайшая цель по движению – это уйти ниже отметки 88.80 и далее пойти уже на 88.53. Золото вчера мы видим после открытия, также закрыли ГЭП, который образовался с утра в понедельник, и цены закрытия были выше открытия. Что говорит нам о том, что к концу торговой сессии покупатели взяли верх над продавцами. Но для того, чтобы говорить уже о новых позициях на покупку, так как все-таки пока тенденция остается на ослабление, нам нужно увидеть золото выше отметки 1283 доллара за тройскую унцию, то есть закрепиться за данным уровнем и далее уже двигаться до отметки 1306 долларов. Для нисходящего тенденции ближайшие цели – это обновить минимум в области 1272 и далее двигаться на 1260 долларов. По индексу DAX все так же мы видим продолжение торговли в диапазоне. Верхняя граница – это 13072, нижняя граница – это 12975. Пока в рамках часового таймфрейма мы не можем сказать, какая тенденция преобладает. Общий тренд восходящий, поэтому пока, на мой взгляд, сделки на покупку более интересны с целями движения в область 13075. В свою очередь, если мы увидим уход ниже отметки 12972, закрепление за данным уровнем, уже данная формация даст нам предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по индексу DAX. Уход выше максимума в вчерашней торговой сессии 13073 уже подтвердит продолжение восходящего тренда по данному инструменту. Нефть марки Brent пока локально торгуется в нисходящем движении. Ближайшие цели – это уйти ниже отметки 5735, далее двигаться на 5655. Если говорить о возобновлении покупок по нефти марки Brent, то здесь нам нужно увидеть закрепление выше максимальных значений понедельника, отметки 5810. Ну и биткоин. Биткоин к американскому доллару. Сегодня с утра мы видим уже обновление локальных минимумов. Закрепились ниже отметки 5685. 5685 – это минимальное значение, которое мы видели вчера, поэтому на текущий момент краткосрочная тенденция на ослабление сохраняется. Для возобновления покупок уже и о следующем восходящем движении, ну и, собственно, присоединение к этому движению мы сможем говорить после обновления максимума, который был зафиксирован в понедельник, отметка 6048. То есть после этого уже более вероятно начало следующего восходящего импульса по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Я напоминаю, что если вам понравилось данное видео, понравился данный обзор, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, комментарии, оставляйте их под этим видео. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok